Приветствую всех любителей МК Мобайл, вы на канале Аполл Эдсплей, с вами его ведущий Абдрахман. Сегодня в этом ролике мы с вами обсудим будущие новости МК Мобайл. Слив обновлений, новые башни, новые персонажи, новые функции и будущую пятницу 13 в МК Мобайл. Так что устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. The Opoem Cashop, самый лучший сервис по услугам МК Мобайл. Теперь у них в наличии быстрый фарм-душ для Android и iOS. И не только. Фарм-наград из разных башен, которые действуют сейчас в игре. Цены ниже, чем у конкурентов, реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка будет в описании. Неофициальный источник нам сообщает, что у нас в игре МК Мобайл снова будет повторка башни Линк Уэй. Новым золотым персонажем станет Sub-Zero Injustice 2. Многие его ждали в алмазном ранге, но источник сообщает, что он будет в золотом ранге. И планируют разработчики создание очередной новой башни, Хрустальная башня. И в игру планируют завести новый ранг, у которого будет целых 5 слотов для снаджения, а не 3, как обычно. И первым счастливым обладателем этого ранга станет опять же новый персонаж для мобильной версии игры, персонаж Frost MK11. Я лично думаю, что это может быть вполне реально, потому что мы помним, как ребята, те, которые могут перемотать время на будущее в игре МК Мобайл, сливали обновления за обновлениями классического фильма Рейда на классическую башню, башню Белого Лутуса, Ящерицу Джейд и так далее, ребят. Таких сливов у нас было очень много. Насчет новых персонажей Фроста МК11. Фроста МК11, почему не Спаун, Рэмбо или же Коллектор или же Шива? Я думаю, не стоит расстраиваться, потому что если они добавляют понемногу новых персонажей из МК11, то вполне реально, что в будущем мы увидим именно тех персонажей, которых мы ждали. А вот насчет Injustice 2-го Сав-Зеро я немного удивлен, потому что его многие ждали в алмазном ранге. Но если учитывать то, что у нас в игре Скорпион Injustice 2-й в золотом ранге, а вот Рейден в алмазном, то и вполне может быть, что он будет золотым или же алмазным. Хотя, если он будет в золотом ранге, я думаю, не стоит расстраиваться, потому что в будущем может быть Комбат пас на него, и можно будет его юзать как алмазный и делать бруталки. Насчет Крустальной Башни я даже не знаю, что же нам оттуда стоит ожидать. Может быть, боссом может стать Фрост, если его добавляют. И в будущем почему бы нет? Может быть, и завезут Башню Времени, и там будет босс Кроника или же Центрион. А вот насчет повторки Башни Линквей я не удивлен, а наоборот рад, потому что очень многие любят эту Башню, где можно достать комплект для бруталки Сав-Зеро. И очень интересные бои. Теперь давайте перейдем на Пятницу 13-е. Для никого не секрет, что очень скоро у нас Пятница 13-е, и в честь этого у нас в игре уже добавили спотанина Джейсона Вурхиза. И, как обычно, что же нам стоит ожидать? Набор Джейсона Вурхиза, где можно достать сразу три Джейсона Слэшера Неостановимого и Ужаса. И максимум, что же могут достать, это скидка на набор. Например, вместо 400 может быть стоит 200 душ. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кто посмотрел ролик до конца, поддержал лайком и комментарием. Люблю всех. Всем желаю мира и добра. Всем до скорых встреч. И да, насчет итоги конкурса я не забыл, ребят. Он очень скоро. Я сделаю его. Субтитры сделал DimaTorzok